Девушки отдыхают Ну а третье желание, наверняка, было бы об отмене закона тишины после 23.00. Нет, 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 наоборот, я бы очень хотела, чтобы мои соседи были такие же поющие и с огромным удовольствием закатывали такие же сумасшедшие вечеринки, как у нас в караоке-шоу под названием «Нехабар». Нехабар, я бы переехал к тебе поближе и были бы соседями. Нехабар! Нахи тебе! Друзья, всем огромный пламенный привет! Мы в прямом эфире, и это караоке-шоу «Нехабар». Да, до финала осталось совсем немного времени, и сегодня мы выбираем очередного участника, который завтра, уже завтра, в пятницу, поборется за право участвовать в одной четвертой финале. Конечно, это будет завтра. Ну а сегодня мы хотели бы узнать, кто же, кто же, кто же сегодня будет победитель четверга. Это мы узнаем буквально через минут так 45-50, если вы будете с нами до конца. А прямо сейчас я хотела бы представить моего замечательного, такого зеленого, цветущего, соведущего Антона Метнева, друзья. Цветущего, заводного, все такое. Ну, я скажу проще. Талантливое, оборожительное, всегда прекрасное весеннее. Яна Бобрыка здесь справа от меня, по-вашему слева. А сразу за нами стоит Бэнд Прайм, и он нас поддерживает. Поехали! И тут у нас в студии на кухне Айжан Нурмагомбетова. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, Айжан! Мы очень рады вас видеть. И вы уже второй раз у нас в гостях. Мы знаем, что вам очень понравился наш проект. И вы до сих пор, Антон, представляешь, и телезрители до сих пор. Сегодня, кстати, Айжан, когда приехала перед прямым эфиром, она говорит, а как же девочка-то, которую я выбрала? Она прошла в четверть финала. Я говорю, прошла, прошла. Вот такая вот. Поэтому, на самом деле, у вас рука легкая. Я думаю, что вы открываете, помогаете открывать дорогу молодым талантам. Это прекрасно. Спасибо. Но самое интересное, что в памяти телезрителей, наверное, осталось, то, что эта программа, в которой я принимала участие, она была самой первой. Самой первой. Самая ответственная. Вы первопроходимец. Вы просто перерезали эту ленточку и сказали, ребята, в путь. Я первопроходимка. Я первопроходимка. Как это страшно звучит, как-то по-фейски. Зато весело. Зато весело. Айжан, ну на самом деле, мы знаем, что у вас жизнь очень яркая, насыщенная, впрочем, как и вы сами. Совсем недавно, буквально несколько дней назад, вы были в очень таком серьезном конкурсе юных талантов. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом конкурсе. Сколько деток участвовало? Тоже разножанровые. И кого же выбрали вы? Ну, дело в том, что этот конкурс уже идет какое-то длительное время. Там есть три постоянных члена жюри. Это, конечно же, под предводительством председателя жюри, это Бибигуль Ахметовна Тулигенова. И рядом с ней Лизат, девушка эта, которая отвечает за хореографическую часть, скажем так, как профессионал в этой сфере. И представительница традиционной музыки, великолепная Кюши Домбрийская, это Айгуль Вулькинбаева. И четвертый участник этого жюри, это меняющийся человек. И вот я, это было не несколько дней, это было буквально вчера. Ой, так это вчера было. Да, это было вчера, и поэтому я вчера была четвертым участником жюри. И я одно поняла, что это уже был второй тур. И уже те люди, которые вот вчера подводились итоги, эти люди уже проходили в полуфинал. То есть получается, вы с конкурса на конкурс, получается, да, из членов жюри в члены жюри. Вот у меня вопрос, а кого сложнее судить, жюрить взрослых или детей? Да, это хорошо. Вот у нас взрослые ребята и девушка. Уже состоявшиеся, понимаете? Я думаю, одинаково, потому что состоявшиеся люди, которые приходят сюда, для них это как, ну, путевка дальше, вы сами понимаете. Жизнь. А очень важно, почему вот, когда детей судишь, это потому что они же могут не понять, они же могут обидеться, они же ранимы, да. А как родители не понимают, да, приходят и ругаются. А вообще вот такой вопрос, нужны ли эти конкурсы детям с точки зрения психологии? Нужны, нужны. Во-первых, они психологически проходят какое-то закаливание, процесс закаливания. Вот, и я вот всегда детям говорю, что вот любой проигрыш это какой-то опыт. Никому не показывать слезы, утром подниматься, говорить не дождетесь и идти вперед. Айжан, ну, а мы пока хотим напомнить о правилах нашего конкурса. Итак, каждый вечер с понедельника по четверг из трех претендентов мы будем выбирать по одному. А в пятницу четверо победителей дня будут бороться за право пройти в следующий тур. Заканчивается 16-я неделя, как наше шоу стартовало. Мы отбираем 17 четверть финалистов, которым добавится еще один. Его выберите именно вы, дорогие телезрители, путем интернет-голосования. Из 18-ти останется шестеро, и лишь двое из них пройдут в финал, где поборются за главный приз – контракт с каналом Хит-ТВ. Ну, об этом-то вы знаете? Конечно. Конечно. Вот я сейчас к ним не отправлюсь, потому что они уже волнуются, они переживают, потирают ладони. Ребята, не бойтесь, иду к вам, будет еще хуже. Прайм-бэнд, поддержите меня! Не, он как играет, а? Согласитесь, энергетика просто аж прет. Я думаю, вы должны будете выйти, заразиться этой энергетикой и дать жару. Вы готовы к этому? Да. Конечно. И так, пессимистически так. Да, мы готовы, мы сейчас выйдем, и когда дадим жару, мы на хо-хо-хо-хо. Ну, давайте знакомиться. Меня зовут Антон Аламжан Мереке Магомед. Верно? Да, все верно. Не перепутали? Все нормально? Нет, все нормально. А почему вы как будущие звезды не говорите, а где наши фамилии, туда-сюда, на каждой афише это уже должно быть расклеено? Ну, давайте представим по фамилии. Аламжан Бусаков, Мереке Айджанова и Магомед Пашаев. Все верно. Все верно. Ребят, вы откуда? Вот вы откуда, Аламжан? Я с Алматы. Родились здесь? Родился здесь. Пустили корни и продолжили свое существование и в внуках, и в правнуках, да, или как? В Данях еще не дошел. Хорошо, ну, я думаю, все впереди. Вы студент или... Закончил. На кого? На повара. То есть есть какой-то специализированный вуз для поваров? Или это было учащие? Нет, колледж закончил. Вот. 30 июня. А, буквально вот-вот. Да. А почему поете? Поецали, палец и запели или как? Нет, я уже как почти три года рэпом занимаюсь. А он вами не занимается. Как тут? Можете буквально сейчас, так как капелли, так что делать? Надо зачитать? Ну, конечно. Ну, конечно. Давайте. Сидя. Сидя, хорошо. Андеграунд или лирика? Да, без разницы, главное в цензуре. Привет, Талматы и всем городам. Здесь БЛА, отдыхаю я там. Взрывая бомбу, бум, бум, бум. Качаю всех и здесь полный шум. Ты узнал меня по голосу? Это уже хорошо. Я тебе не телешо и не этот рок-н-ролл. Пришел сюда всех поднять, этот зал я качать. Разрешаю тебе кричать. Не дурак, чтоб не понять. Подними свою ладонь. Здесь и сам король. Кому-то ты балабол, кому-то ты тыщи гоу. Подними, подними. Подними, подними. Вот, я уже неплохо. Мне особенно понравился текст бум-бум. Яна, как вам, Айжан? Шикарный. Хороший, да, вот бум-бум. Правда, Витя, Айжан? Великолепно. Я думаю, что вы уже завладели симпатиями всех присутствующих. Надеюсь. Вот вам микрофон. Идем петь. Идем на сцену. Бэн! Глаза корей, корей, или губы сладкие, нежные. Не обращаешь на меня ты внимания. Твое сердце другим уже занято. Ты с другим, но не унываясь. Все равно скоро будешь ты моя. Я тебя украду, я тебя увезу. Я тебя у другого отниму. Глаза корей, корей, или губы сладкие, нежные. Не обращаешь на меня ты внимания. Твое сердце другим уже занято. Ты с другим, но не унываясь. Все равно скоро будешь ты моя. Я тебя украду, я тебя увезу. Я тебя у другого отниму. Она одна такая милая. Царица сердца кто? Сердце мое пятно родимое. Буду искать тебя я вновь и вновь. Волосы длинные, длинные. Ресницы твои шикарные. Сводишь ты меня с ума. Но почему же ты не моя? Я поздний вечер, я прослежу за тобой. И тихо-тихо зайду к тебе за мной. И заберу царицу я с собой. И сделаю тебя своей женой. Глаза корей, корей, или губы сладкие, нежные. Не обращаешь на меня ты внимания. Твое сердце другим уже занято. Ты с другим, но не унывай. Все равно скоро будешь ты моя. Я тебя украду, я тебя увезу. Я тебя у другого отниму. Глаза корей, корей, или губы сладкие, нежные. Не обращаешь на меня ты внимания. Твое сердце другим уже занято. Ты с другим, но не унывай. Все равно скоро будешь ты моя. Я тебя украду, я тебя увезу. Я тебя у другого отниму. Я тебя увез, я тебя украл. Я тебя у другого отобрал. Ты царица всех моих очей. И теперь подарила мне детей. Она одна такая милая, царица всех цитов. Сердце мое, пятно родимое. Запомни ты навсегда моя любовь. Запомни ты навсегда моя любовь. Глаза корей, корей, или губы сладкие, нежные. Не обращаешь на меня ты внимания. Твое сердце другим уже занято. Ты с другим, но не унывай. Все равно скоро будешь ты моя. Я тебя украду, я тебя увезу. Я тебя у другого отниму. Алимжат, спасибо огромное. Скажите, пожалуйста, у вас душевная травма? Нет. Вы влюблены? Нет. Вы так пели, мне кажется, прямо через душу все это так, да? Страдальщики, такой юношеский максимализм. А меня интересовал, это выбор твой или... Нет, это свой выбор. Потому что я раньше слушал Эльбурса. Да, это твой выбор, да? Но песня про какое-то уже заранее продуманное преступление. Потому что там как бы вначале какие-то особые отличительные признаки. Это большие глаза, карие-карие, ресницы длинные-длинные, губы сладкие. Но с предупреждением, он предупреждал, что он украдет, отберет и украл. Совершение преступления совершилось. Она уже все, его, она ему детей родила. В общем, целая история. Ну, заметьте, не унывает он. Не унывает. Мне такое ощущение было, что там 35 куплетов. И он поет, поет и не унывает постоянно все это. Про вокал надо что-нибудь сказать. Да, про вокал. Ну, я просто не знаю эту песню, но я могу сказать, что было эмоционально. Дальше посмотрим. Но там, в принципе, и вокал нигде не предусмотрен, кажется. История мальчика, который еще и не женат, да, уже он всю свою жизнь рассказал в песне. Хорошая. Он пророк в свое время это называли. Ну, такой романтика, правда? Да, у нас романтика. То есть такой нежный, такой философский мальчик. Сколько вам лет, Алмжан? 17. Ой, я же сказала, 17. Он просто уже... Ну, а ты не боишься, что ты уже запрограммировал свою жизнь? Да, кстати, между прочим, нужно будет... И жить торопится, и чувствует спешит. Оставьте его биографию, Алмжан. Присаживайтесь. Главное, вокал. Спасибо. 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 Ну, и так мы мягко переходим уже к явной поклоннице творчества Алмжана, к Мереке. Мереке тут так танцевала. Танцы топлис просто вот здесь они сейчас существовали. Хотя у вас карие глаза, нет? Да, у вас карие. У меня карие. А, вот вы под что попали. Да. Вот так вот обещают звезды. Эта песня меня так затронула, вот и начала танцевать. Да? Да. Ну, надо теперь посвятить что-то Алмжану, нет? Ой, давайте попробуем. У него черные глаза, можно есть такие же песни тоже. Ой, про черных глаза. Черные глаза вспоминаю, умер. Да ладно, шучу. Давайте. А вы чем занимаетесь, Мереке? Я занимаюсь... Обычно я занимаюсь спортом, так скажем. Время посещаю себе. Так, большинство времени. И в коровке пою. Я имею в виду профессия. А, профессия. Я, так скажем, сама родом стараза. Ну, так скажем, да. Да. Получается так, что я закончила юридический факультет и военную академию. Но как-то по профессии я работать не хочу. Пока что? Нет. Лучше петь в караоке и, в принципе, периодически заниматься спортом, чем работать по профессии, верно? Ну, по профессиям. Эту профессию я сама не выбирала. Ну, всегда нам подкидывают кто-то эти профессии. Да, подкинули, вот пришлось. Останьте от нас, не подкидывайте нам профессии. Потом вырастают вот такие вот военные караокеры. Караокеры. Что будете исполнять? Я хочу исполнить студию «Папа-мама». Вот вам микрофон. Давайте мы полюбуемся на это действие. Бэн! Спасибо. Папа-мама, помните давно Вы сказали мне То, что половинку нелегко Встретить на земле Может, небесами суждено Может, просто очень повезло Но, кажется, я ушла его Ты и я Сила притяжения Каждое мгновенье Словно бабочки внутри Ты и я Так невероятно И без слов понятно Я люблю тебя Папа-мама знает, где сейчас Все вокруг как сон Я хочу сказать Я хочу сказать В который раз Что причина он Он моя улыбка на губах Знаю, что сейчас на небесах Видите любовь в моих глазах Ты и я Сила притяжения Каждое мгновенье Словно бабочки внутри Ты и я Так невероятно И без слов понятно Я люблю тебя И без слов понятно, по-моему, все Все здорово Стойте, стойте, стойте Вам сейчас комментарии Вот, знаете, Антон У меня такое чувство Айжан, да, что Вообще завтра такой праздник будет О котором мы скажем попозже У меня такое чувство, что мы уже в караоке-клубе Всем так хорошо Часа два-три ночи, да И поем Да, поем Просто поем Правда? Ну, как вам вообще выступление Мерикепа? По-моему, засняло Я не знаю Ну, неубедительно она там это В ноту не попадала Ну, как-то вначале нормально Вот такое ощущение, что она привыкла с кем-то петь Кто поет первый, основной голос А она ее вторым голосом Я здесь сидела и подпевала Вы помогали Она говорит Ты и я, Анна, ты и я Омнение было Это прям, да Такой второй голос Но я хочу сказать, что для юристки Ну, как это, юристка такая стройняшка Не, ну, красавица Красавица, красавица Спасибо огромное Красавица Вы знаете, один молочник построил у себя тир И там каждый выстрел в молоко Так вот, мне такое ощущение Благодарю вас Благодарю вас за исполнение Только рады коренные алматинцы, да Мы все коренные алматинцы Если кто до 20 лет переехал в алмату Конечно, все коренные За вас кто-нибудь болеет сегодня? Ну да, Азербайджан, Россия, весь Кавказ, вся Алмата Удивительно, что мы транслируем на такую дистанцию Ну, наверное, по интернету нас они обязательно смотрят Скажите, пожалуйста, вы чем занимаетесь? Года полтора назад я начал на гитаре играть Вот, самоучка И там с друзьями отдыхали Поиграли и на видео сняли И получилось так, в Ютуб выложили И получилось 5 миллионов просмотров? Нет, там около 15 тысяч просмотров Вот, и после этого там вдохновение пошло Там начал петь Магомед, почему же вы не взяли гитару сегодня? Как же это так произошло? Как же это так произошло? Ну, как-то так Итак, вот она биография Магомеда До 7 лет в Баку Потом понял, что гитары в Баку нет Поехал в Алмату Нашел ее на одной вечеринке Тут же оказалось, по счастью, сотка Засняли, и вот он здесь Вот, в принципе, клуб анонимных гитаристов А что будете исполнять? Сусо Павляшвили, небо на ладони Ну еще бы! Ребят, горячая кровь исполняет горячие песни Вот вам микрофон, удивите нас! Небо на ладони Только сердцу веря Небо на ладони Нежно нес себе я И луной звезды Пополам делили Как же было просто Жить в огромном мире Небо на ладони В платье белоснежном Небо на ладони Ты несла мне нежно Разве было мало Жить небесным бракам Ну зачем гадала На любовь по картам Не гадайте на любовь Если счастливы глаза Не гадайте на любовь Не гадайте на любовь Все решают небеса Не гадайте на любовь Дайте сердцу подсказать С кем делись все тайны снов С кем парить, кому отдать Небо на ладони Очень осторожно Если только тронуть Все разрушить можно Все разрушить можно Всякий, кто не верит Глупому раскладу Если сердце бредит Значит так и надо Не гадайте на любовь Если счастливы глаза Не гадайте на любовь Все решают небеса Не гадайте на любовь Дайте сердцу подсказать С кем делись все тайны снов С кем парить, кому отдать Небо на ладони Не гадайте на любовь Не гадайте на любовь Не гадайте на любовь Такими глазами Я еще немного волнуюсь Думаю вау Ничего себе То есть если бы он не волновался Он бы сделал Еще круче Бог его знает Что бы он сделал Да кстати А вы вообще Когда нибудь гадали на любовь Сами? Да Да ладно Тихим вечерком Со свечкой Прямо на карте гадали? Ну у нас бывает такое Что родственники Там женщины постоянно Собираются Так вот я и поэтому И спрашиваю Да и сидят там Тети там начинают там на кофе Гадать все такое И после это 15 тысяч просмотров Вы это холостой же парень Я смотрю да? Да Так и что они там Вам нагадали? Ну как они говорят Да тебе жениться надо Ты вот эту самую брось Вот тебе через 3 дня Тебе должна встретиться Такая такая Из хорошей семьи Так бывает Так бывает Так бывает Да да Так и происходит постоянно Сейчас тетушка Можете передать привет Большой Тетюшке привет Или пока Подождите Давайте о вокале Давайте о вокале поговорим Ну я хотела сказать Во-первых Это из репертуара Обожаемого мною певца Сусо Павляшвили Это первое Во-вторых Одно имя Что говорит Если Магомед не идет к горе А к нам пришел Магомед Наконец-то он пришел Ну и третье Ощущение горы Согласитесь Да Ну Мало сказать Что мне понравился вокал Мало сказать Это значит Ничего не сказать Вы были великолепны Спасибо большое Вы тронули Ваши карие глаза С вашими длинными ресницами Как пелась песня Пронизывали И достучались до моего сердца И это прекрасно Спасибо вам огромное Продолжайте в том же духе У нас еще два конкурса Кстати Присаживайтесь Да Тот текст Да это фактура Вот и все сошлось Ребята Вы себя показали Кто-то во всей красе Кто-то наполовину Кто-то переволновался Но еще есть два конкурса И я вам скажу По собственному опыту Первый конкурс не всегда Все решает Ну а если вы хотите Оказаться у нас Дорогие телезрители Найдите нас В инстаграме Да Нехабар Нижнее подчеркивание Хит ТВ Заполняйте анкету Мы вас ждем Обязательно приходите Или же по адресу Багинбай Батыра 154А Каждый четверг В 4 часа дня Мы вас ждем Приходите Яна Все верно Ну а сейчас самое время Подвести итоги первого конкурса И таки выставить оценки Я напоминаю Значит что у нас 3 балла Максимальное количество Ну в общем Вы все знаете и так Кому мы поставим единичку Вот у нас три конкурсанта Аламжан, Мерике и Магомед И небо на ладонне Ну как бы ни было мне жаль Тем более еще и фамилия связана с моим именем Да кажется А ну кстати Жанова Очень жаль Но вот придется поставить единичку ей Потому что я не знаю песню ту которую исполнял Аламжан Да Аламжан Хотя даже если не знаю Но он все таки был в образе и романтический такой И спел от начала до конца Ну душевно старался И поэтому ему ставлю 2 И Магомед В общем Ваше сердце это завоевал Покорил Покорил 3 балла Поздравляем Спасибо большое Да ребят Ну не расслабляйтесь и не отчаивайтесь Потому что у нас второй конкурс И о нем расскажет Яна С огромным удовольствием дорогие друзья И так мы приготовили для вас 5 картинок Вам необходимо вспомнить песни В тексте которых присутствуют предметы изображенные на фотографиях Если же есть правильный ответ То наши конкурсанты поднимают руку Говорят не хабар И пожалуйста правильный ответ Чем больше вы дадите правильных ответов То вы возможно получите экстра балл Который пригодится вам в третьем конкурсе Дорогие телезрители Вы тоже не сидите на месте Делайте телевизоры свои погромче И давайте давайте Вместе будем отгадывать Потому что для меня конкурс непростой Сложноватый А начнем кстати мы его с нашей замечательной гости Такой нежданчик Приятный Нежданчик Рояль в кустах Точно как всегда Это же мы Это же мы Яна и Антон Друзья Ну что ж Все внимание на экран Давайте посмотрим картинку И будем отгадывать Нужно говорить да Да ну посмотрите что здесь Это Это семья Семья Здорово Папа мама и двое детей Наверно Красавчик сыночка и лапочка дочка Это правильно А теперь же песни надо вспомнить На тему семьи Первая песня которую я когда-то впервые в жизни в шестом классе спела она была на тему семьи Когда папа и мама там в воскресенье уходят а я остаюсь а я остаюсь на целый день одна Ну неужели в самом деле не хватило им недели А вообще то одна из моих любимых песен где не упоминается имя слово семья Но одна из моих любимых песен это дорогие мои старики Сарухановская дорогие мои старики И дай бог этой прекрасной семье дожить до старости чтобы их дети были счастливы Ну кстати это замечательно что вас сразу вы вспомнили потому что вот я если честно до сих пор не могу придумать песни Но давайте после важной информации мы вернемся в нашу студию и еще покреативим на тему семьи Конечно Да мы еще покреативим Итак наблюдение У отличниц которые очень хотели ответить но их не вызывали правая рука немного длиннее Дамы и господа а вы свои длинные руки уберите немного подальше от пульта и смотрите рекламу целиком Рекламу нахитили Не хабар Не хабар Не хабар Не хабар Это не хабар сказала Айжанур Маганбетова а сегодняшний судья который будет журить наших конкурсантов Но пока вы смотрели рекламу мы в общем то вспоминали креативили на тему семьи и вспомнили таки Да Давайте сперем Я ты он она вместе дружная семья Что там та 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 Вместе дружная страна Слови да Том сто тысяч я Вот видите как Папа мама ты и я Это еще есть Вот видите сколько песен то Да В общем я думаю мы на нашем примере показали конкурсантам как нужно активничать Вы поняли Очень быстрая реакция и чем больше песен на тему картинки тем the best как говорится Ребят да Антон передаю Поактивней Главное поактивней Самые активные Если не сменилась картинка вспоминайте еще 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 песни хорошо Поехали Первая картинка смотрим на экран Итак это у нас Дерево Дерево Гениально это дерево И теперь какие есть песни про дерево Про дерево Ребята а помните там Та 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 ран Иванушки пели ну 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 Тополина похорают Да только через них обарно сказать хорошо Первый вариант есть Еще вспоминаем что про деревья ну И будешь бау бабам целый век пока помрешь Высочки Они не в курсе кто такой Владимир Семенович Вот после сегодняшней программы знали отлично Ну давайте варианты Дерево Ну дерево дерево falan alors так дерево дерево и так А? Я не знаю А песня Буратино Будешь тоже из дерева Буратино Но там не только наверное про дерево Лес чаще Бор все что хочешь там Аааааааааа Та 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 да Я не знаю Знакомый Что-то знакомый меладий Ладно дальше меладий да хорошо Нормально Меладзе в честь этого слова и назвали. Ещё 3, 2, 1. Вариантов больше нет. Итак, по первой картинке у нас пока лидирует Мереки. Мереки один балл пока ходит к вам. Давайте следующую картинку напряжёмся. Это что у нас? Дождь. Это дождь. Куда ты меня поведёшь? Дождь. Что за песня? Вы знаете такую песню? Дождь, куда ты меня поведёшь? Нет, если честно. Но это что-то рэперское, наверное, да? Дождь, куда ты меня поведёшь? Ну ладно, зачитаем, возьмём на совесть. Так, один вариант. Ребята. На-на-на, на-на-на-на-на-на-на-на-на. Батерхан Шукенов поёт там. В серых каплях дождя. Я, правда, напевал Талькова, но уже угадал. Да, Талькова. Батерхана Шукенова. Хорошо, один, так ещё. Ну а Тальков-то какую песню пёл? Летний. Неужели? Как уже, быть, казалось. Летний дождь, летний дождь. Не знаете эту песню? Нет. А песня «Манушек Интернэйшнл» — это же вообще классика, вспоминать им. Да и на небе. Что там? Ну не дождь, что там? Что несёт дождь? Не, ну там есть такие слова ещё. Ты ругаешь. Ну вот это слово. Зря его ругаешь. Антон, походу, дело это песни нашей молодой. Я знаю ещё одну песню. Слова не помню. Да, они не в курсе, ладно. Ещё одну песню Максим поёт тоже про дождь. Так, какая песня? Ну не могу вспомнить. Хорошая песня, но вспомнить про дождь. Да. У Филиппа Киркурова есть «Я укрою тебя своим плащом». Да. А? Подожжём. Ну они не знаменитые. А помните «Танец»? «Танец подождём», только мы вдвоём. Так, ну давайте меряки отдадим, потому что вы угадали один-один. Так, ну ещё что-нибудь. У вас тоже, кстати, один-один. Вот за вторую картинку все по одному песне угадали. Ну есть одна кавказская песня там. Давайте кавказскую песню специально для нормальных пацанов сейчас поёт. Настала ночь, и город спит, а я не сплю, душа моя болит за собой. Ну там в припеве идёт про дождь. Подразумевается, где этот дождь. Ну хорошо интонирует, да, буквально так. Я хотел, учитывая, что мы не знаем эту песню, мы поверим. По-моему, неплохо, хорошо. Ну поверим. Ладно, ладно, тут пересиливайте. Один балл у вас, один балл у вас. Следующая картинка. Итак, это у нас... Лошадь. Лошадь. Даже конь, я бы сказал. Ну все по-разному, как посмотреть. Итак, как вот эта старая песня называлась? Наверняка что-то про лошадь. У Высоцкого тоже есть. Есть песня про трёх белых. А, и... Как-то сейчас... О-о-о, носят меня... И уносят меня туда-сюда. Да что-то. Что? Не знаю, как я понимаю. Требелых конях, требелых не угадали. Не считаемся. Не считаемся. Ребята, ещё. Та-та-та-та-та. За рекой течёт. Та-та-та-та-та. Да накрыло лёд. Не в курсе. Нет. Привередливые мысли. Калбаса, это бывший я лошадь. Ну, облака. Ребята, вы должны знать эти песни. Высоцкий, хорошо. Ладно, за эту картинку никто не угадал. Давайте следующая картинка. О, господи, ну про это явление природы, наверное, все. Поцелуй. Ну, поцелуй. Давайте поцелуй. И любовь, и сон, и я тебя найду. Тоже? Где там поцелуй? А тут поцелуй? Ну, там конкретно поцелуй. Ограниченное количество любви, да? Можно там в слове словечко понять. Ребята, у Пугачёва есть такая песня. Такое время года. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та. Осенний поцелуй. Господи, боже мой. Давайте следующую картинку. Это финальный, кстати. Здесь надо напрячься. Это цвет. Любой цвет. Это синий, синий небо над головой, ладно. Синий море. Ну, ладно, хорошо. Одна угаданная мелодия, ещё. Ещё, ещё, ещё. Ну, про цвет. Да глаз сколько. А розы какие обычно у Юры Шатунова? Глаза. Белые розы. Обычно у Шатунова белые розы. Хорошо сказала. Так, один-один. Можно ещё чёрные глаза. Дала первое. Чёрные глаза. Раз-раз-раз. Ещё. Ну, 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 этих глаз. Вот, карьи глаза. Глаза. Ладно, он сказал до этого, да. А ещё Светке Соколовой на день рождения подарили. И ещё была песня Басков. Что? Блондин. Про Баскова пели. Натуральный блондин. Нет, натуральный блондин, да. Так, хорошо. Ну, ладно, натуральный блондин засчитали. Итак, два-два-один. Ну? Ну? Магомед? Я даже не знаю. Ну, давайте из вас кто? Кому отдавать бал? Ну, ребята, этих глаз ещё раз. А потом... На-на-на, тюльпаны. Какие? Красные. Красные, господи. Жёлтые тюльпаны. Ну, жёлтые тюльпаны. Королёва поёт. Да. Три-два-один. Есть варианты? Нет? Три-два-один. Стоп. Я думаю, всё. На этом надо заканчивать. Ребята, мне стыдно за наше поколение. Ну, как же так? Такие песни не знают. Такие эти. Самая активная у нас была Мирике, я заметил. Итак, экстра-балл уходит в Мирике. Давайте за неё поболеем. Сейчас все воинские части встали, сказали, ура, ура, ура. Ну, за Мирике, конечно. Итак, ребят, ну, перед тем, как приступить к третьему конкурсу, я хотел бы разыграть три билета в кино. Значит так, заходите срочно в наш инстаграм, наш аккаунт, и отвечайте на вопрос, какой музыкальный инструмент является эмблемой музыкального искусства. Ответы принимаются в нашем инстаграм-аккаунте. HitTV, нижнее подчёркивание. Не Хабар, HitTV, нижнее подчёркивание. Ещё разок. Какой музыкальный инструмент является эмблемой музыкального искусства? Быстро отвечаем и получаем три билета в кино. Даром, даром. Ну, а теперь мы переступаем к третьему конкурсу. Да, время действительно пролетает очень-очень быстро, и у нас такие третий завершающий конкурс на сегодня. Друзья, итак, на экране будет пять категорий. Наши участники выбирают категорию, и компьютер выдаёт композицию. Если участник не знает, вообще не знаком с этой композицией, он может пожертвовать своим баллом. Ну, а если, допустим, эта песня выпадет меряке, незнакомая, то она может использовать свой экстрабал, и это никак не повлияет, в общем-то, на все её предыдущие баллы. На все её предыдущие один балл. Скажем так. Ну, я думаю, всё понятно. Давайте быстренько категории. Песни Димы Билана, группы Звери, группы Серебро, Мистерианс и песни Веры Брежневой. Кто же пойдёт первый? Ну, давайте тогда и начнём с меряке. У неё экстрабал. Угощайся микрофоном и идём! Выбирайте категорию. Дима Билан, Звери, Серебро, Мистерианс. Дима Билан. Дима Билан, а какая же песня вам выпадет? Интересно мне знать. Барабанная дробь, Дима Билан, Ночной хулиган. Эта песня его только, когда он начинал, кстати. Споём? Берите. Поехали, поём. Поём. Работает, работает. 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 Я к тебе-то и лечу за всё, заплачу к тебе, отзолочу и отверг хочу. Пока надо, да-да-да, не только с тобой. Я найду всё. Там уже Билан вам подпевал. Спасибо, спасибо, Мирики. Да. Он уже прибежал, говорит, я до сих пор. Господи боже, что это? Что это? Что это? Ой, что это? Как вам? Два слова. Ночной кошмар. Ночной хулиган. Ночной кошмар. Самое главное, что очень позитивно реагирует в Мирике, не обижается. Это прекрасно. Ребята, она юрист, если что, на все ваши слова, сказанные против неё. Спасибо, Мирике, присаживайтесь. Спасибо. Ну, это, да, это такой конкурс, всегда с подвохом. И выбирайте категорию, выбирайте песню, надо уже как-то выкручиваться. Аламжан, берём микрофон, идём на сцену, выбираем. Билан, Звери, Серебро, Мистерианс, Брежнева. Мистерианс. Мистерианс. Ну, давайте Мистерианс. Итак, песня. Боль, не знаю. Боль. Боль. Не знаете? Можете потратить один балл. Вы можете опоздаться, кстати, да, пожертвуете баллом. Одним. Давайте решать скорее, времени у нас мало, мы в нём эфире. Жертвуем. Да, какую тогда категорию? Ну, я вообще не знаю. Давай, сидимой Билан попробуем. Давайте попробуем опять Билана. «Ты должна рядом быть». Душевная песня. Вам 17 лет, если кому-то спеть на выпускном, я вас уверяю, вы один не уйдёте. Давайте споём. Попробуем. Давайте попробуем, если попадать. «Ты должна рядом...» «Те слова, что ты сказала, слов на камне, бросив мне...» «Ни за что пацал, и в прощальном ты письме, зачем словами больно бёшь и...» «И так ты уйдёшь, ты свободна, ты свободна, вполне, и не надо вдвойне...» «Мне не хватит без взгляда, ты должна рядом быть, ты должна всё простить» «Выбрала ты пустые мечты, пусть и нечаянно стала отчаянием наша любовь» «В жизни не всё так просто...» «Пусть и нечаянно связки рвём отчаянием». Два слова. «Спасибо, Аламжан, но как...» «Ну я могу сказать ему только за отвагу и храбрость, можно...» «Как его...» «Простить, потому как человек сказал, что не знает песню». «Ну отважно кинулся». «Да, но вы видите, фишка же в том, что именно как раз...» «Адаптироваться». «Он же рэпер, он её по-своему будем считать...» «Приподнялся». «Главное Билану не показывать этот вариант, я думаю, всё сойдёт с рук». «А что вдруг Билану понравится и он захочет тоже её повторить?» «Вы думаете?» «Да». «Спасибо, присаживайтесь, Аламжан». «Он её не поднял, а прочитал». «Магомед, сейчас самое главное не совершать предыдущих ошибок». «Вот вам микрофон и идём на сцену». «Билан, звери, серебро, бестериан, свера Брежникова». «Ну, Дима... Дима Билан, наверное». «Я не знаю». «Дима Билан, да». «А вы группу «Звери» не знаете?» «Нет, Дима Билан». «Там такие песни». «А я подумала, что «Зверь». «Лови мои цветные сны». «Мы вообще, если честно, с Айжан ставим тут вот ставки, да?» «Ребят, ребят, знаем, не знаем?» «Но...» «Нет, вы выбираете то, что вам...» «Он знает, он споёт, говорит». «Да я не знаю, но я спою всё». «Зверей споёте?» «Нет, зверей нет». «Дима Билан, да». «Ну, выбирайте». «Поехали, поехали». «Не играй со мною так, лезвием внутри». «Всё, что нами прожито, в памяти сотри». «Не играй со мною так, лезвием внутри». «Моё не прошлое, то, что есть, бери». «Ну, а мне оставь себя, лети». «Лови мои цветные сны». «Они полны тобой, ты меня прости». «Лететь на крыльях у любви». «Устали мы». «Лови мои цветные сны». «Они полны тобой, ты меня прости». «Лететь на крыльях у любви». «Устали мы». «Вау». «Вау». «Но эту песню, честно, не знал. Я впервые спел». «Ребят, по адаптации, мне кажется, твёрдая пятёрка. Присаживайтесь». «Я понял, Яна, почему ты просила выбирать зверей, потому что «Звери» моя любимая группа, а у неё любимый певец «Главный». «Мы можем попробовать звери». «Вы портите её, певца, мою группу не портите». «Нет, не так уж и испортила, если честно». «Здорово, по-моему». «Ребят, самое время...» «Я бы не смогла». «Не надо мочь, надо только жюрить, судить. Поехали!» «Не хопай, не хопай». «Итак, третий конкурс подошёл к концу, и сейчас самое время выставить оценки. Мы также по той же системе. Единичка, два и три балла. Кому же будем ставить?» «За третий?» «Да». «Единичка, с кого начнём?» «Кому один». «Аламжан» «Бросьте меня, пожалуйста». «Аламжан» или «Мерике?» «Мерике». 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 «Она на себя уже принимает...» «Хорошо, кому два». «Аламжан». «Аламжан». «Кому три». «Он храбрый. «Ну, три безоговорочно». «Магомед, идёмте к нам!» «Бэн!» «Подержите нас!» «Спасибо». «Поздравляем!» «Ну, надо поздравить, сказать...» «Ну, поздравляем». «Спасибо вам большое». «Магомед, завтра в пятницу вы будете здесь, в нашей студии, будете бороться, сражаться в музыкальном поединке и, возможно, попадёте в следующий этап конкурса. Готовьтесь, у вас времени мало, меньше суток. Друзья, у нас время дошло к концу. «А я желаю вам удачи, спасибо». «Спасибо». «А мы желаем вам удачи, да». «Спасибо». «Еще с таким томным голосом, а я желаю вам удачи». «А я желаю вам удачи». «А сразу после нас будет Нехобар на казахском языке, с нашими коллегами Даной Бексултан и Ерсултаном Адербековым. Обязательно смотрите, а мы поздравляем вас! Не отчаивайтесь! Вы, Яна Бабрыка! Багомеда, Антон Митнёв и сама Ижана, да здесь! Бэн, поддержите нас всем!» Некабар 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 Некабар